Здравствуйте дорогие друзья с вами Сангейтс радио у нас сегодня очередная передача с Борисом Ивайдовым с врачом специалистом в области альтернативной медицины которые представляют Науку и искусство исцеления естественными методами и организовал заочную академию с помощью которой он обучает через интернет Материалами для обучения являются 10 книг 12 аудио материалов 10 DVD у Бориса 40-летняя 40-летний опыт работы в области врачебной практики Очень большой опыт очень большие наработки Здравствуйте Борис Приветствую всем друзья И сегодня насколько я знаю мы поговорим с вами продолжим разговор о сексопатологии Да это очень интересная важная тема поскольку от здоровья мужчины и женщины зависит будущее Я хотел сегодня коснуться вопроса о венерических заболеваниях И это самая непросвещенная область о котором не хочется нигде говорить А дерматогенерология это узкая специальность и она практически не обучает ни мужчин ни женщин Как правильно предохраняться и как не заболеть венерическими заболеваниями Когда я был в Киеве разговаривал с этими адвокатами и некоторыми врачами венерологами Они мне сказали что в настоящее время по всей Украине имеется эпидемия венерических заболеваний Что туда входит? Это прежде всего трихоманиаз Вот до сих пор врачи спорят Одни говорят что это чисто венерическое заболевание А другие говорят что это может также возникать от стрессов От того что человек был в бане Где-то поймал Одел нижнее белье плавки другого человека и так далее То есть бытовое заражение Я склонен что и бытовое и венерическое То есть через сексуальный контакт Хочу напомнить что Значит трихоманиаз это В основном это венерическая болезнь Которая передается сексуальным контактам Паразитирует он Значит на слизистых полостей рта Значит в верхней части Паразитирует в желудочно-пищечном тракте И перепаразитирует именно в половых органах Мужчина может быть носителем И наоборот Женщина может быть носителем Мужчина болеет Или наоборот Мужчина Носитель не болеет А женщина болеет Помимо трихоманиаза Имеются другие венерические заболевания Как вирус папиллома Вот Значит герпес Да Вирус папиллома Герпес Первый и второй Первый поражает верхние слизистые оболочки На губах На слизистых Может быть на коже В любом месте В верхней части головы Вот А половой герпес Это герпес генитализ Который поражает Значит Мужские и женские половые органы Клиника Вот Она очень простая Она легко Если Один раз человек заболел Он уже знает Что выскакивает вот эта сыпь Которая зудит И Да Дает Такие вот Неприятные психологические проблемы Отрицательные эмоции Возникает страх Значит все Венерические заболевания Они Поражают Ментальную сферу То есть психологические Они травмируются И естественно Боятся Боятся Имеют Сексуальный контакт Скажите Борис Я извините Перебью вас А правда ли Вот если мы говорим О герпесе Я знаю Существует Такое утверждение Убеждение И вроде бы это даже Имеет отношение К рекомендациям От медицины Что только в период обострения Этой болезни Партнер Можно заразить партнера А в период ремиссии Как бы все нормально И можно иметь близость Без такого риска Да Я тоже склонен Так думать Моя практика Я работал В самой большой Клинике Союза СССР Зависит в общем-то От многих факторов Но в острой фазе Когда На половом члене Значит Появляются Вот эти высыпания Вот Именно В острой фазе Конечно Он является Источником Заражения И сексуальные контакты Противопоказывают А можно ли заразиться В острой фазе При оральном сексе? То есть Партнерша может заразиться При оральном сексе? Может И не может Все зависит От иммунной системы От настроя От нервной системы Вот О том Насколько Сопротивляемость Женщины И мужчины Сильная Но При таких заболеваниях У всех иммунная система Сил Неправильное Питание Неправильный Образ жизни Психологическая Травма Стрессы И естественно Неправильное Лечение Потому что Гепис не лечится Вот этими Антибиотиками Антисептиками И разными Нестатиновыми Препаратами Против Грибков Я кстати Не упомянул Насчет Кандидозы Значит Смотрите Все Венерические болезни Которые я Перечислил Они Очень плохо Выявляются Лаборатор Могут Вообще Не выявляться А выявляться На шестом Седьмом Разе Лабораторных Обследований То есть Надеяться на эти тесты Не приходится Значит Если у человека Какая-то инфекция Допустим Вирус Папилома Или же герпес Или же Кандидоз Или же Трихоманиаз Это может Параллельно идти Вот все Вместе То что я сказал Может присутствовать Паразитировать В крови человека Поэтому все Эта инфекция Она не только Наружное Проявление А это еще Инфекция в крови Поэтому нужно делать Капитальный ремонт Что такое Капитальный ремонт Я все время говорю Это Человек должен Пройти Антитоксическую Терапию То есть Очищение Крови Очищение Клетки Всех систем Органов И тканей На клеточном уровне Это и есть Физиологическое лечение Но этого Недостаточно Нужно пройти И Или Одновременно Или же После Физиологического Лечения Энергетическое Лечение То есть Поднять иммунную систему За счет Увеличение Общей энергии И вообще Когда мы говорим О сексуальных болезнях Это очень Низкая Общая энергия Падает Из сексуальной энергии Мы сейчас В том числе Я прошу прощения Еще раз Мы сейчас Говорим с вами В том числе И о так называемой Тонкой энергии То есть То что вот В восточной медицине Называют энергией Исходящей из чакр Или о более традиционном Понимании энергии Или о том и о другом О том и о другом То есть Биополе нарушается А почему Биополе нарушается Сотни причин Значит Если человек Цивилизованный Живет в больших городах На него Действует Отрицательно Сотни различных причин Городских условий Плюс Еще профессии Сидящие А это Бенозный застой Никакого иммунного Системы Защитной У него не будет Потому что У него везде Застой А застой Это черная кровь Это густая кровь И это Значит Недостаток Кислорода Недостаток Вирусов Вернее Микро-макроэлементов Которые Ведет Еще больше К разрушению Иммунной системы Значит Надо лечиться Комплексом Значит Первое Это физиологическое Лечение Второе Это психологическое Лечение Это Гипноз Значит Психологическое Лечение Всегда Затрагивается При Венерических Заболеваниях Особенно При Венерических Заболеваниях Вот И мужчина и женщина Особенно женщина Травмируется И речи о сексе не может быть Потому что Все подавлено Все в депрессии И Никакого настроения нет Для секса И Женщина Думает Как бы я его не заразил Или наоборот Вот Поэтому Еще Лечение Это Через гипноз То есть Убирать надо Все Эти негативные Эмоции От Которых Зависит Эндокринная система Эндокринная система Она Настолько Важна Потому что Она зависит От эмоций Поэтому Прежде всего При всех Этих Заболеваниях Нужно работать С психотерапевтом Которая Подразделяется На Рациональную Психотерапию И гипнотерапию И Это только Психотерапия То есть Это отдельная единица Врачебная Которая Занимается Этими Болезнями Невроз Неврастения Психопатия Вот Истерия Паранойя Но Это не шизофрения Борис А скажите пожалуйста Как Вы относитесь К практике Которая сейчас есть Я знаю В странах бывшего Советского Союза Не знаю Есть ли в Америке Когда Венерические болезни Диагностируют С помощью Так называемой Компьютерной диагностики Человек берет Металлический стержень В руку Компьютер на котором Загружен целый комплекс Программ И вот это диагностируется А потом происходит Таким же образом Процесс лечения Когда дается Определенный Электромагнитный импульс Связанный вот с этим Называется это В быту Компьютерная диагностика И компьютерное лечение Я не знаю Более точного Правильного названия Что Вы думаете об этом? Я думаю Что это работает В настоящее время Мы Настолько Ну Ослабели За последние сто лет Что У нас вообще Наша Иммунная Эмоциональная Нервная Эндокринная Система Находится Практически На нуле Вот Поэтому Все эти машины Ведь это все Идет от гениального Ученого Ройла Райфа Да Который Снадцати Раковых Заболеваний Шестнадцати Это было Гениальное Открытие Он сделал Сорок Открытий И эти машины У меня были Вот Они все это работают Естественно Они продаются В Америке Оригинальная машина Стоит шесть-семь тысяч И сертифицированы В Америке То есть это официальный Способ Возможное лечение В Америке Да Дело в том Что машины Продают легально Но врачам Запрещено Излечивать больных Этими машинами То есть Хитрый Такой хитрый прием Наверное Да Невыгодно Понимаешь Невыгодно Излечивать больных Так вот Я могу купить И сам Как бы на свой страх Применять себе Вы тоже Можете купить Каждый может купить Но сейчас Русские ученые Значит Изобрели Такие же модели Но намного дешевле Где-то стоят От 300 до 600 долларов Биомедис например Или препараты Марбулес Вот эти аппараты Они все Бактерии Работают На частотах То есть Вибрации И все Эти вирусы Бактерии Паразиты Которые Я говорил Которые являются Главной Они все Погибают От этих вибраций Получается Резонанс То есть Это С одной стороны Диагностика А с другой стороны Сотни 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 Различных Значит Автоматических Включений Которые В зависимости От Диагноза Которые Программируют Определенную Частоту Если Допустим Кандидоз У него такая-то Частота Пускаются Такие же Вибрации Которые уничтожают Эти вирусы То есть При современной Технике Нам Также Надо Необходимо Значит Дополнять Наше лечение Это И есть Анагитическое Лечение То есть По сути мы говорим о том Что существует Серьезный Альтернативный Путь лечения Который Не связан с Антибиотиками С их побочными Действиями И возникновением Резистентности И это В общем Очень мощная практика Которая способна Решить многие Проблемы Но пока она Не распространена Широко в Америке Потому что Как вы сказали Продавать можно А лечить Врачам Не очень-то Разрешают Да Но поэтому Все это лечение Делается на территории Мексики Где я проработал 12 лет Понятно Я Все секреты Поскольку Сотрудничал В основном С этими знаменитыми Учеными И естественно Это лечение Очень-очень дорогое Допустим В неделю берут По 7-10 тысяч долларов В неделю Потому что Наверное Есть Эффективность Да Приезжают со всего мира Из Америки Из Канады Очень много Ученых Из Германии Вот Вот Поэтому Все это работает В комбинации То есть Если лечить Только этими приборами Будет половинчатый результат Нужно Сочетать И гипноз И альтернативная терапия Как гидротерапия И траволечение И герудотерапия Лечение пиявками И специально делать И банки И массаж И специально делать Остеопатические манипуляции То есть это целый комплекс Гимнастика Медитации Все это вместе Восстановит Полностью здоровье человека Вот Эта машина Которую сделал сам Господь Бог Самовосстанавливающий Самодостаточный В наших клетках Присутствуют Эти резервные силы Колоссальные Которые даны От рождения От Бога Но Мы их Никогда не используем Мы Наоборот Заглушаем Эти резервные силы По глупости И По невежеству Вот Все наоборот Получается Хорошо Скажите а вы Если я Может быть я упустил Но по-моему вы не сказали О хламидиозе А это Опять таки Насколько знаю я Может быть я не совсем Правильно понимаю Это очень коварная болезнь Которая Имеет отношение Потом уже не только К половой сфере Идет себе очень скрытно Которую вроде бы И вылечиваешь А она все равно Где-то дремлет Вот похоже на герпес То В отношении хламидиоза Можно ли его Так же лечить Вот теми же самыми Способами Успешно лечить О которых вы уже упомянули Совершенно верно Не имеет значения Вот хламидиоз это Или трихоманиаз Или герпес И так далее Лечение одно и то же Нам надо поднять Иммунную систему Эндокринную Нервную систему Очистить Скорбеносные Сосуды Капилляры Уничтожить Венозный застой Одно и то же Одна и та же работа Так вот Все эти Техники И так далее Они у меня в руках И я их проверял Но за 40 лет работы Можно сделать Правильный вывод Много благодарностей Уже есть И прямо вот Вконтакте можно На фейсбуке За эти люди пишут Как было Как стало Это не я говорю Они сами говорят Сами больны Вот Так вот Все эти вирусы И паразиты И паразиты Которые циркулируют У нас в крови И венерические болезни Их можно уничтожить Допустим Наука утверждает Что они Прячутся В нервных стволах Но оттуда Их никак не уберешь Они Прячутся Значит Получается Временное Восстановление А потом Обратно Какой-то стресс И опять Получается Поэтому Надо так Научить Чтобы правильно Бороться со стрессом Не допускать И реакция от стресса У каждого она разная Эту инфекцию Можно уничтожить Температуры Не понижать температуру Надо А увеличивать Надо Разжижать кровь Пиявками Надо Давать Гипноз И дать команду Резервным силам Чтобы они Начинали работать По-настоящему Вот И Когда Это все Сгорит Температура Как пламя Да Дрова горят Горят Но дыма много А огня мало Но надо дать Пламя Вот это пламя Это температура Это поднять Обмен веществ А это значит Восстановить Деятельность И щитовидной Железы И Значит Надпочечники И Значит У мужчины Предстательная Железа Значит Все Железы Внутренней секреции Работа Желудка Сама Поджелудочной Железы Печень Желудочный Пузырь Они Должны Быть Полностью Как бы Регенерированы Их надо Обновлять Их надо Очищать Их надо Восстанавливать Вот тогда Будет пламя Значит Обмен веществ Зависит от Количества гормонов Которые Вливаются в кровь А если их мало Вливается Значит Никакого пламени не будет Будет только Токсичная слизь На котором Размножаются Эти вирусы Бактерии Наверное так происходит Когда Лечат исключительно Сильными антибиотиками Да Нет Никакого лечения Это все Парфанация Вот Никак не Не вылечишь Ни одну болезнь Таблетка Они говорят Эти все антибиотики Которые с каждым их годом Становятся все Больше и больше И они как бы все Сильнее и сильнее На самом деле Никакого Истинного лечения Там нет А просто Как я вас понял Мы загоняем болезнь Болезни эти Вовнутрь Ну естественно Ну Любой интеллигентный Человек Даже не будет об этом Больше говорить Потому что Временем доказано Что ни одна болезнь Ничего не вылечилось Ни венерическая Ни кожная Ни даже ангина Получается Заглушение Временное заглушение Ну за что надо платить Дорогой ценой Потому что разрушение Идет еще Десять раз быстрее Ну зато Зато за этим Стоят крупные Корпорации Фармацевтические Которым это выгодно И которые Всячески Поддерживают Всеми способами Использования Этих сильнодействующих Средств Правильно В том Что всегда На земле Идет борьба Светлые силы Темные силы Но мы ничего не можем изменить Мы можем только изменить Наше сознание Ну пускай они так говорят И делают Но если разумный человек Он не будет делать глупости Ведь есть Есть тысячи Путей к выздоровлению Не один Не два А тысячи И они все На инете На интернете Это все Можно посмотреть Человек Который 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 Это Неинтересная себя, свою семью, своих друзей и так далее. Если он хочет еще лечить других, то они должны мне сдать устный экзамен и получают диплом-сертификат. То есть уже как лекарь может работать. Не как врач, а как лекарь. Этот сертификат действительно на территории США? Сейчас выясняю я с адвокатами. Понятно. Хорошо. Наше время неумолимо подходит к концу. Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям и зрителям о том, что мы беседуем с Борисом Увайдовым, специалистом в области альтернативной медицины, который 40 лет посвятил этим исследованиям и который предлагает очень серьезный заочный курс, заочную академию, обучение через интернет. Сюда включаются 10 книг, 12 аудиодисков и 10 DVD. И у вас есть реальная возможность научиться, как исцелять себя самим без помощи традиционной медицины, а возможно, и как лечить своих близких, родных, родственников и друзей вот благодаря этому курсу. Так что, пожалуйста, обращайтесь. Я думаю, это просто уникальная возможность получить такие знания и умения. Спасибо вам, Борис, за содержательный, очень интересный рассказ. Всего вам доброго. Удачи, удачи. Всех благ. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok